Эпичное возвращение Ярослава Хабарова и победный старт в домашней серии. В гостях Металлург провел три встречи, в двух одержал победу. На днях магнитогорская команда вышла на домашний лед. Со счетом 3-1 хоккеисты обыграли Витязь. Подробности далее. В первом периоде гости вели себя активнее. Хозяев Витязь чаще находился в зоне Металлурга и настойчиво пытался пробить оборону Василия Кошечкина. К середине 20-ти минутки им это удалось. Натиск на ворота хозяев продолжался вплоть до сирены. Все изменилось во втором игровом отрезке. Металлург раззадорился и на первых минутах периода сравнял счет. Отличился Ярослав Хабаров, который встал в обойму после травмы. Под занавес 20-ти минутки он вновь помог вывести команду вперед, став ассистентом гола Евгения Бирюкова. Соперник просто глубоко к воротам играл. У нас побольше времени было бросать. Так получилось, что забили. Любую игру надо выигрывать, тем более в нашей ситуации, когда игра то идет, то не идет. В начале третьей 20-ти минутки Оскар Осоло увеличил отрыв и укрепил лидерство Металлурга. Витязь отчаянно пытался изменить расклад матча, однако даже игра в большинстве не принесла гостям результата. В конце встречи Ярослав Хабаров вновь привлек внимание трибун, ввязавшись в драку с соперником. Заброшенная шайба, голевой пас и потасовка в одной игре сложились в хит-трик Горди Хоу. Стычка не повлияла на исход игры. Со счетом 3-1 Металлург одержал победу. По последнему, непростую сложную ситуацию попали. Главным образом, психологическая проблема. Надо из нее выиграться. Надолго ли хватит задора у Металлурга и будет ли домашняя серия победной, станет известно через несколько дней. Сейчас на льду арены спортсмены принимают вторую команду гостей. Несколько минут назад стартовал матч со Слованом. Анастасия Бандурина, Дмитрий Федотов, информационная служба медиагруппы «Знак».